Всем привет! С вами Ира Краш, мы продолжаем проходить Нина Куни, и как вы слышите, я довольно-таки пободревший. Поэтому давайте-ка отправимся в пропадалию и попросим-таки, ну, продолжим основную ветку. Меня, если честно, немножко печалит тот факт, что у нас далеко не все фамильяры уже эволюционировали в свои последние формы, но если что, я думаю, успеется. А мы с вами давайте поговорим-ка с принцессой Хулан и с королевой Хулан, и узнаем, что у неё там на уме насчёт ритуала. Всё готово для проведения церемонии, Оливер. Да, да, я готов начать церемонию. Конечно, в любой момент, Ваше Величество. Чую сейчас случится что-то плохое. Оливер, ты знаешь заклинание под названием «Омоложение»? Конечно, оно обращает время вспять для предметов и возвращает их к тому состоянию, в котором они были до того, как сломались или постарели. Только на самом деле, это заклинание возвращает память предметов, а не сами предметы. Лишь заклинание «Прорыв времени» позволяет по-настоящему манипулировать временем. Так вот, я считаю, что «Омоложение» позволит вернуть волшебные камни к тому состоянию, в котором они были 15 лет назад. О, я понял. Тогда они будут такими же, как и рассветный луч 15-летней давности, да? Да. Нужно будет использовать заклинание «Омоложение» вместе с ритуалом, необходимым для соединения камней с рассветным лучом. Лопни мой фонарь! Разве это не будет слишком даже для вас, Ваша Небесность? Да, будет нелегко, и я понимаю, почему Ландерс не решился на это. Но, думаю, я справлюсь. Спасибо, Ваше Величество. Что ж, давайте не будем откладывать и начнем ритуал. Я думал, мини-игра будет какая-нибудь. Ух ты! А, неплохо. Ого! И мы снова получили рассветный луч, но только уже круче. Ритуал завершен. Теперь у тебя в руках рассветный луч в его истинной форме. Пожалуйста, сверься со спутником волшебника. Благодаря силе жезла в нем появилось несколько страниц с новыми заклинаниями. Ух ты! Исцеляющая рука! Возвращайте здоровье тем, кто оказался на грани смерти. Ммм. То есть мы уже тех, кто лежит, сможем поднимать? Начертите эту руну, если вы или ваши спутники получили тяжелые раны, с которыми не справляется целебное касание. Заклинание «Исцеляющая рука» способно вернуть здоровье даже самым безнадежным больным. Его нельзя назвать простым. К тому же, оно очень требовательно к тому, кто его применяет. Тем не менее, это заклинание должно быть в арсенале каждого начинающего мага. Начинающего? Ничего себе. Слепая удача. Доверьтесь фортуне и надейтесь на лучшее. В жизни бывают моменты, когда вы не можете найти выход. Любые действия кажутся безнадежными, а преграды непреодолимыми. Именно для таких ситуаций, и только для них, и предназначено заклинание «Слепая удача». Результат его применения непредсказуем и вполне может навредить вам самим, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Царь зверей Вызывайте могучих зверей и командуйте ими. Хранители и подобные им могучие существа не могут быть фамильярами, но это не значит, что маги не используют их силу в своих интересах. Так, с помощью этого заклинания вы можете натравливать их на своих беззащитных врагов. Разумеется, призывать такого зверя способен не каждый маг. Более того, это можно сделать только в том случае, если вы доказали, что достойны его помощи. А как нам это сделать? О, эти заклинания кажутся такими… шикарно! Заклинание под названием «Царь зверей» наверняка очень тебе пригодится. Не сомневаюсь, что вы же сражались с созданиями, известными как хранители, чьи сердца были опустошены Шадором. После победы над ними вы же находили драгоценные камни, не так ли? Точно! После них оставались большие драгоценные камни, да, Оля? Эти камни – символы признательности хранителей и содержат часть их души и жизненной силы. О! При помощи «Царя зверей» ты сможешь направлять энергию, находящуюся в камне, чтобы вызвать к силе стражей во время битвы. Повелевая их силой, ты сможешь устоять даже против Шадора. Спасибо, Ваше Величество! Судя по всему, это и правда очень пригодится. Ха-ха! Звучит очень даже неплохо, да, Оливер? Шадор просто остолбенеет от страха. Теперь вы лучше подготовлены к бою с Шадором, но для того, чтобы он состоялся, вам нужно преодолеть серьезное препятствие. Ну вот, все как обычно. Что на этот раз? Шадор обитает в замке, называемом «Никогда». Он находится к северу отсюда, за зловонными топями. Если неосторожного путешественника поглотят ядовитые испарения, которыми не славятся эти болота, он пропадет навсегда. Подождите, зловонные топи, я... Что такое, Эстер? Ты уже слышал о них? Да, я помню, как отец говорил о них. Он рассказывал о туманах столь темных, что свет не может пробиться сквозь них, о ядовитых испарениях. И сказал, что единственный способ развеять их – сыграть на Кларионе. Кларион? Я помню твои слова о том, что именно мы сыграем на нем, Эстер. Да, Кларион – символ мира, который был создан тремя великими королями. Так, как же там было... Из Аль-Мумуна дерево священное берут и к мастерам-умелым в Каталанию везут. Те вырежут, а уж потом отправят в Гамелин, чтобы лучше Кларион звучал, ведь он такой один. Эстер, твои знания действительно впечатляют, хотя ты ж дочь великого мудреца. Ой, это просто стишок, который я выучил, когда была маленькой. То есть, если мы хорошенько дунем в Кларион, он расчистит нам путь сквозь зловонные топи, да? Именно так. А первое, что вам потребуется для воссоздания Клариона – святое дерево. Из Аль-Мумуна дерево. Мне кажется, пора нанести визит к Ролифе. Ммм, визит к Ролифе. А я вот, знаете, что подумал. Может быть, мы с вами попробуем в храм испытаний смотаться, смотреть, что там. Было бы, наверное, неплохо, мы наверняка сможем уже вторых пройти. Давайте сделаем это. Храм испытаний. Тудым. Ну что ж, я сохранился, подлечился и готов к бою. Ты желаешь участвовать в чемпионате Солизея? Эм, да, давайте попробуем. В прошлый раз мы почти прошли. Но в этот раз нам, может, повезет, а? Да, категория Д. Если ты ранен, Умбопа исцелит тебя. Дерись изо всех сил. Ну да, Умбопочка, конечно. Интересно, а кто такой Умбопа этот? Ну, зачитывать в этот раз я не буду, кто есть что. Я же вроде в прошлый раз показывал, да? Ну, с ними мы уже общались. Так, котики, котики, котики. Давайте, выходит Рубака. Я думаю, Рубака сейчас им просто разбиваку сделает. Ой-ой-ой. Ну ладно, котиков мы сейчас просто отдадим в лес. Эй, куда дымовую бомбу? Вот ты гад. А что у нас вышел этот? Вышел камень из тумана. Так, один котик есть? Все, отлично. Первый прошел. Так. Супер. Ну, первых мы, по-моему, и в прошлый раз прошли. А вот со вторыми, кажется, были проблемы. Да. Ну, ладно. Давайте-ка на плеси зафокусим. Мы же сможем. Ой. Сплюх там вообще просто уничтожил. А я, знаете что, я бы вышел Оливером и попробовал вот эту исцеляющую руку на Эстер. Полностью устанавливает здоровье. Вы обалдели. Обалдели. И давайте-ка все в атаку пойдут. Все. Неплохо. Смотрите, Эстер начала использовать вот этого вот павлин-мавлина. Отлично. Ну что, третьих побьем? Жалко опыт не дает. Благо, теперь вы рассчитываете на то, что мы сводим вас на пляж так? Ну, возможно, когда кое-кто станет постарше. Хм-хм. Давно не виделись, Оливер. Теперь тебе предстоит сразиться со мной. Крепыш Томми. Что? Как? Почему он здесь? Видел моего нового друга? Я нашел его, когда играл на берегу. Берегись, он очень силен. Я прочитал имя и подставил голос. Потом я понял, что есть небольшой диссонанс. Ну да ладно. Что за новый друг? Черепаха? Серьезно? Ну, окей. Водомет. Ой. Давайте-ка выйдет Оливер. И попробуем, например, излишним весом эту черепаху пигануть. Не, излишний вес ей не заходит. А припасы у нас... Ой. Застанили. Застанили. Давайте попробуем ее заморозить. В атаку, ребят. Чего ты там этого... Вызвал своего чухана? А, нет. Слепой удачи не будем. Ладно, огненный шар. О. А, ладно. Давайте выйдет у нас котик. И начнет котить. Во. Котик нормально так ковыряет эту штуку. Хм. А, чё? Хорошо. О. Эстер, кстати, вызвала свой цветочек. Тоже что-то новое. И цветочек прекрасно лечит, кстати. Ну, давай, давай, котик. Давай, добивай. Добивай. Чуть-чуть осталось. Всё. Отлично. Второй. Вторую сложность мы прошли. Ну. Вторую группу. Ладно, так и быть. Категория Д. Победа. Что мы за это получим? Управлять фамильярами куда сложнее, чем я думал. Глядя на тебя, Оливер, я думаю, что это так просто. Ты победил в категории Д. Это хорошо. Вот твой приз. Знак горячей крови и 5000 гульденов. Удачи в следующей категории. Ну-ка, а знак горячей крови? Плюс 8, плюс 8. Супер, мне кажется. Давайте катану дадим. Так. Мы, наверное, с полным здоровьем, но всё равно. Слушайте, ну это было довольно-таки просто, поэтому попробуем следующую, наверное. Так. Категория С. Давайте. Да, погнали. Будет сейчас сюрприз. По крайней мере, мне. Хм-хм-хм. Такой пау, пау, пау. О, лесу. Лесовые. Их мы знаем. Здесь не лес. Лес. Где? Хочу назад. Очень ёмко. Ой. А, ну это, это как-то вообще разминка. Хотя, вот это вот гриба надо, короче, сразу убирать. Нафиг он нужен, он может кастовать. Блин. Банан, конечно, вообще просто банан обалденский. Вы видели? Он один удар нанёс, там просто у петушка половины здоровья нет. Это, это, это нечто реально. Да, ну нафиг. Какая дымовая бомба. И зачем свинк постоянно свой монолит выпускает, а? Давайте уже вот этого гриба снесём. Он, блин, так их будет лечить бесконечно. О, наконец. Всё. А, знаете что? Давайте-ка Оли выйдет. И целебным касанием... Нет, исцеляющей рукой излечит Эстер. Мы же успеем? Мы успели. Ох, а он крепко дерётся. У нас ещё один шанс подлечиться есть? Да. Давайте-ка ещё раз Эстер подлечим. Успели? Кажись, да. Всё, отлично. Эстер в следующий бой начнёт с полным здоровьем. Фух. Что дальше? Теперь назад. Назад. В лес. Кажется, он не сильно расстроился. Мы следующие, а? Славно. О-о-о. Маменькины детки. Хе-хе-хе. Мы маменькины детки. Правда, что-то нам сегодня не очень хорошо. Мы потухшие, как и многие из нас. Кажется, вас это не удивляет. Лидерок. Это был лидерок. Ой. Ой. Фу. Фу. Вот вся вот эта вот страшная чертовщина. Но опять же, прям я вот вспоминаю снова времена World of Warcraft, когда играл с шаманом и просто насаживался. Насаживался на этих. На хиллеров. И не давал им ни шага сделать. Вот примерно то же самое мы с вами сейчас и проворачиваем. Так. А знаете что? Давайте-ка у нас выйдет Оливер. И мы себя сначала подлечим. Гудик, ты что делаешь? Ты что делаешь, демок? Так. И будем лечить остальных. Например, вот этого монолита. Ой-ё-ё. А что они на нас насели? Все вот так. Алло. И давайте-ка целебным касанием Эстер еще подлечим. Отлично. И еще разок исцеляющей рукой теперь уже себя. Да, у нас маны дофига, она не используется. Все. Огонь. Следующий бой мы практически как с нуля начинаем. Ну, единственное, что у нас маны немножко меньше, чем могло бы быть. Но я думаю, у нас есть все шансы на победу. Угу, угу. Проклятие, парень. Сначала с мешок и зануду украли у нас славу, а теперь еще и вы нам накостыляли. Мамика нам такое устроит. Бонжур. Это я, единственный неповторимый робо-месьер. И вы мои следующие противники. Пуркуа бы не па. Хе-хе-хе. Пуркуа бы не па. Узрите же, моё креасьон. Величайшее чудо-робототехники, которое когда-либо увидел этот мир. Какая сила. Какая элеганс. Вы и правда считаете, что вас ждет триумф в бою против него. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Когда-то, наверное, в курсе на первом-втором я даже на французский ходил. Но потом что-то подзабил, а зря. Конечно, было бы клево. Хоть немного его узнать. Ну, не то, что вот прям самое важное. Ай. Ай-яй-яй. Оливер. 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 Давайте-ка это. Исцеляющая рука. Вот. На нас самих. Да. Мы, ребят, в атаку. Сегодня я хилер. Так, исцеляющая рука на свейна. Главное, чтобы этот гад снова нас это. Не нападал нам своей энергии любви. Хотя, ребята, его потихоньку режут. Эстер. Все в атаку. А давайте попробуем его водой. Ага. Он же такой, типа... А что вода? Заморозка. О! Ну, встал ненадолго. Так. Заморозка. Так. Ладно, давайте рубака пойдет. А у рубаки окаменеющий тычок попробую. Ага. Не сработало. Эй, эй, ты кого бьешь, рубак? Из козырых, может, зайдет, а? О! Ослепи, ослепили. Все в атаку резко. Давайте, ребята, ковыряем слепого. Ну, в смысле, это, конечно, нехорошо, но... Надо пока он ослаблен. Ай, 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 что это, что это? Куда своих бьете? Вы что, демоны? О, гроза. Вот это неприятно. Ну, ладно, переживем. Давайте заканчивать уже с этим демоном. Да, блин, куда? В атаку. Так, знаете что? Выйдет Оля. А, пока не можем. Выйдет Оля. И давайте-ка исцеляющей рукой пройдемся сначала по Эстер. Все в атаку. А теперь пройдемся по себе. Нам ман не хватает. Ладно, целебным касанием тогда себя подлечь. Вот так, вот так, вот так. И у нас выйдет вот этот вот кракобряк. Он довольно-таки прочный. Ему все нипочем, скорее всего. Я думаю, даже если он сейчас растеряется, то и черт бы с ним, тут уже надо медленно и верно доковыривать поражение. Ой-ой-ой. Ядовитый укол, интересно, сработает? Сработает. О-о-о. Эстер нас подлечила. Ну-ка, Рубака. А у тебя есть что-нибудь? СК-взрыв. Атака, ладно. Рубака в атаку. Все стоят, кстати. Все еще живы-целы. Отлично. Фу. Смогли. Я чувствую, что следующий уровень нам уже и не дастся. Ну, вот это было неплохо. Категория С. Победа. Что нам дадут за это? И что скажет наш друг? Нет, как же так, Монами? Я был уверен, так уверен, что он непобедим. Хе-хе-хе-хе-хе. Ты победил в категории С. Да. Ты становишься сильнее. Вот твой приз. О-о-о. Парадная броня. Удачи в следующей категории. Что за парадная броня? И кто у нас может ее носить? Точность еще ниже, но защиты и уклонения выше. А что-нибудь сюда мы можем? Э, ничего. Ну ладно. Что ж, у нас все целы. Я сейчас быстро сохранюсь. И давайте с вами посмотрим, где у нас квесты остались. Так. Эм. Гамелин. Йоль. 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 Ха. Ну, давайте тогда в Гамелин уже закончим там. И сможем тогда в Йоле разбираться. Логично. Где эта молодая женщина? Там еще благодеятель не забрано. Ага. Сейчас заберем. Да. Кто это у нас тут такой добрый ходит? Да? Вот. Не ты. Вот тут. Вот, вот, вот. А, бабушка. Милая бабушка все еще в костюме свинкуса, кстати. А, жду не дождусь, когда мы с моим дорогим мужем сможем полюбоваться королевским шествием. Мне это никогда не наскучит. Вы выглядите взволнованной. Вы всегда наблюдаете за шествиями вместе с мужем? Да, каждый раз. Это всегда было нечто особенное. Только для нас двоих. Правда, каждый раз, да? Похоже, вы друг другу очень любите. О, ну, конечно же. Спасибо, юноша. Мой бедный муж трудится круглосуточно и получает отгулы только по большим праздникам. Но он всегда находит способ присоединиться ко мне в дни королевских шествий. Вы не знаете, как я рада, что у него получается это делать. Просто словами выразить не могу. Ваш муж, должно быть, очень заботится о вас. О, так и есть. И я люблю его всем своим сердцем. Романтичник. У него столько любви, что еще чуть-чуть и вокруг головы начнут сердечки летать. Да, похоже на то. Простите, я хотел спросить, не поможете ли вы нам? Помочь вам? Какая вам нужна помощь, юноша? В мире есть люди, у которых в сердце не осталось любви. И я надеялся, что вы сможете поделиться с ними своей. О, я буду очень рада. Но вы правда думаете, что я смогу помочь? Конечно же. Просто постойте секундочку. Забираем. У нас же нет еще любви. Видимо, нет. Отличненько. Да, у нас вообще благодетелей с вами ноль. Бывает. Блин, а я помню же, что на поляне эльфа что-то было. О, щекотно. Ну, мы получили то, что нужно. Получили. Кстати. Ладно. Давайте-ка узнаем, что там с собакой. И я так подозреваю, что собака не любя. Возможно, все эти квесты подразумевались как эндгейм. Какой-то контент. То есть, если бы мы сначала с вами все прошли, то потом мы могли бы вот эту кучу квестов делать. Хватит сидеть. Прекрати это ужасное гавканье. Хватит, мальчик. Прекрати это безобразие. Почему ты не слушаешься меня? Вы в порядке? О, бедная я. Пожалуйста, простите поведение моего пса. Я не хотел вас беспокоить. Ох, наш. Какой бойный пёс. Такой руку оттяпает глазом моргнуть не успеешь. Ого. Сидеть, мальчик. Что с ним случилось? Он был таким тихим и послушным. Ммм, глаза у него какие-то странные. Что такое, мистер Хнык? Если я не ошибаюсь... А, я не ошибаюсь. Этот пёс опустошённый. Лишился любви к своей коллеге, я считаю. Ничего себе. То есть животные тоже могут быть опустошёнными? Ну, конечно же. Если у тебя есть сердце, то оно может опустить. Ясно? Давайте. Любовь, мы только что намутили. Ладненько. Нам найти славный, сочный кусок любви для Бобика. Пока он не съел кого-нибудь. А вот он. Ладно. Доставай свою палочку, используй к сердцу и наполни жизнь этого несчастного кусаки любовью. Легко. На, кусака. Так. Любовь. А? О, я забыл, что мы можем развернуться и посмотреть. Кусак, кусак. А что у него с глазами? Ау-у-у. Уф-уф. Хм. Он наконец-то прекратил свой жуткий лай. Хороший мальчик, знаете. А он, пожалуй, снова стал самим собой. О, какое облегчение. Ну и ну. Кажется, вы знаете, как обращаться с животными. Спасибо. У меня есть для вас кое-что. Надеюсь, вам понравится. О, чизбургеры и 1500 гульденов. Супер. А давайте посмотрим, сколько у нас карточек заслуг. Тут же где-то рядом прям был этот шустрый стриджи. Так. А я не помню, что случилось с квестом у эльфов. Как так? Я, я... Мы его неужто сделали? Йоль. 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 Странно. Я в упор не помню, если честно, чтобы мы там что-то делали. Ну, да ладно, сделали и сделали. Как бы, ничего страшного. Так, карточки заслуг. Что у нас? Эм, боб. Две. Ну, короче, надо сделать квесты из Йоля. И тогда все будет гораздо лучше. Фу. Угу. Ну, лады. Тогда что мы? Как мы? Как мы что мы? Эм, давайте, наверное, отправимся... Блин, давайте отправимся все же в эльфийскую поляну. Где нам искать вообще подсказки про чайку, улетевшую с купальником? Так. Ну, вот чайка. Здравствуйте, мистер Чайка. Эм, язык природы? А, за такие шутки надо перья вырывать. И все. И все. Вот смотрите-ка. Блин. Ладно. Пожалуй, на этом я, знаете что, я признаюсь, что... Все, я зашел немножко в тупик. И, в общем-то, пожалуй, пора остановиться. Поэтому спасибо Андрею Фиолетову, Максиму, Ваваеву, Мэйхаму, Мишу, помяну из зуклики за то, что продолжают поддерживать канал. И огромное спасибо всем вам, ребята. Следующий эпизод завтра. Ну, а пока на этом все. Всем удачи, счастливо, пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok